здравствуйте друзья мы продолжаем изучать инструменты полигонального моделирования и на сегодняшнем мини уроке мы поговорим о разделе edit geometry в editable поле поехали я уже предварительно создал несколько примитивов конвертируем примитив чайник в поле вот наш раздел едет geometry первое что у нас на пути constraints constraints по-английски это ограничение по умолчанию стоит нон то есть нет ограничений возьмем любую точку будем ее двигать ну и собственно ничего непредсказуемого не происходит эта точка свободно перемещается в пространстве но если мы поставим edge то есть ребро то наша точка будет двигаться по ребрам как по рельсам очень удобная функция вы скоро оцените видите и никуда она свернуть не может только по ребрам face она будет двигаться в плоскости полигонов которым она принадлежит и нормал будет двигаться по нормале что такое нормаль вы уже знаете если забыли посмотрите предыдущие уроки не забываем поставить нон если мы ничего из этого не используем далее preserve uvis это значит сохранить текстурные координаты текстурные координаты отвечают за наложение материала на объект я об этих вещах вам очень подробно расскажу на следующих уроках о самих материалах и о том как их накладывать я вам просто покажу что эта функция делает если галочка не стоит материал наложен на наш объект то когда мы двигаем точку наложение материала искажается а когда она стоит видите все хорошо дальше уже мы вернемся к этим вещам когда будем изучать материалы следующие вещи create ну create как вы знаете создать то есть мы можем создать если мы находимся в точках то точку эти мы можем создать ее отдельно от самого объекта но не сказал бы что это нам часто нужно а вот создать полигон иногда бывает очень полезно мы можем например обвести какую-то картинку вот эту например эти мы будем создавать полигон по точкам и завершаем и вот у нас готов отдельный полигончик еще обратите внимание когда мы рисуем в одном направлении то нормали обращены к нам а когда в другом по часовой стрелке то от нас с помощью команды мы можем перевернуть нормаль вот сейчас нормаль смотрит от нас нажимаем флип и она поворачивается к нам ну и наоборот соответственно следующая штука collapse он сливает все выделение в одну точку например есть у нас какое-то количество точек либо полигонов нажимаем collapse и он все сливает в одну точку чтобы это не было это как weld с максимальным значением далее attach и detach это мы с вами уже прошли посмотрите соответствующий урок если не помните следующий инструмент slice plane секущая плоскость выделим для эксперимента объект чайник выделим нужные нам полигоны вообще выделим все полигоны для эксперимента и применим slice plane видите появилась некое место разреза вообще мы видим такую гипотетическую плоскость как бы нет но она формирует место разреза разреза пока что тоже нет но когда мы нажмем slice он образуется то есть он образует ребра вместе пересечения плоскости и самого объекта эту плоскость можно перемещать вращать то есть делать с ней то что мы можем делать с реальным объектом кстати чтобы нам не мешала краснота при выделении нажмем f2 выделение сохранится но она просто не будет показываться красным и так как работает slice plane вы поняли нажимаем слайс и вместе пересечения образовываются ребра можем создать таких ребер сколько угодно если мы поставим галочку сплит то наш элемент или элементы разделятся по месту разреза смотрите слайс и вот произошло разделение и reset plane плоскость возвращается свое первоначальное положение следующий инструмент quick slice быстрый разрез похож на секущую плоскость но он зависит от угла нашего зрения конвертируем в поле и же выделим нужные нам полигоны и quick slice он как меч самурая разрезает и прорезал нашу геометрию насквозь инструмент кат мы с вами уже разобрали m smooth и тесилеет мы посмотрим на другом уроке разберем make planner make planner сделать плоским давайте создадим сферу конвертируем ее в поле и и выделим какие-то полигончики для начала посмотрим x y z то есть делать плоским по x у или z то есть он сплющивает это выделение по данной оси по x у здесь он все это выделение сделал плоским как бы сжал отменим действие по у или по z а просто make planner он делает плоским по среднему направлению нормалей как идут нормали вы себе уже думаю представляете то есть каждая в своем направлении и вот он общую сумму векторов по общей сумме векторов делает плоской суть я думаю ясна в ю и line в зависимости от нашего зрения как мы смотрим мы смотрели вот под этим углом он сделал плоским под этим углом смотрим под этим углом ну не думаю что вам это понадобится точно так же как и grid и line параллельно координатной сетки релакс функцию мы с вами разберем отдельно и соответствующий модификатор тоже height selected unheight all и height unselected есть функция на сцене height unheight то есть спрятать height selection достать из спрятанного unheight all или unheight by name достать из спрятанного по имени а это тоже самое только не на сцене а внутри объекта то есть мы можем выделить какие-то полигоны внутри объекта и спрятать их height selection чтобы они нам не мешали unheight all достает из спрятанного все что мы спрятали а height unselected прячет то что не выделено нажмем unheight all чтобы достать все из спрятанного давайте еще нажмем f2 чтобы вернуть красноту вот друзья мы с вами посмотрели не все но все необходимое для нас в данный момент из раздела ездит геометрии напоследок еще давайте глянем вот полигон material id создадим какой-то объект пусть это будет сфера конвертируем его в поле вот выделим какие-то полигоны и можем назначить цифру этому выделению ну пусть это будет цифра 3 и нажимаем enter еще это будет 4 и мы легко можем вернуть наше выделение это бывает часто нужно все друзья мы разобрали все что я хотел вам рассказать я рассказал оставил еще пару бонусных инструментов и мы перейдем к самому интересному к практике спасибо за внимание спасибо но к Субтитры создавал DimaTorzok